Здравствуйте, Владимир Александрович. Я рад быть в этой студии. Что происходит в Федеральной таможенной службе? Кто таможне дал добро? Ну, это очень крупное событие. Его можно сравнить по значимости с уголовным делом против Министерства обороны, преснопамятным Сердюков Васильева. Дело в том, что ФТС, Федеральная таможенная служба, это суперведомство, это мегаведомство. Это гигантское по своей значимой ведомство. Может быть, оно не так сильно на виду, скажем, Минфин, но по своим возможностям оно не сильно уступает Минфину. Дело в том, что ФТС контролирует все товарные потоки, ну и косвенно денежные потоки, как на выход из Российской Федерации, так и на вход в Российскую Федерацию. Это сотни миллиардов долларов ежегодно. Соответственно, ведется учет экспортной и портной деятельности, соответственно, ведется оценка, соответственно, ведется взимание таможенных пошлин. По разным оценкам до трети доходов федерального бюджета поступает от федеральной таможенной службы. Больше трети, 35%. Это колоссальное совершенно ведомство, которое совершенно сравнимо с Минфином, даже с Минобороны, не побоюсь этого сказать. И понятно, что такое суперведомство могут возглавлять только люди, самые близкие к главе государства, самые близкие к президенту. Если говорить конкретно о Береминове, то, насколько я помню, он разведчик, насколько я помню, он познакомился с Владимиром Путиным еще во время службы в ГДР. То есть это, можно сказать, из самого-самого-самого корпуса стражей ГДРовской революции. Вот, ближний круг. Поэтому это очень крупное, это очень серьезное событие, что люди такого масштаба, люди такой близости к телу санкционируются. Пока не арест, как я понимаю, пока речь идет об обыске, пока речь идет о... Для аресту же есть. Нет, ареста еще нет. Ареста еще нет, но я уже видел фотографии. Есть дело, есть задержанные заместители, то есть там очень все так... Там все очень серьезно. Да, там все очень серьезно. Поэтому я думаю, что это будет один из крупнейших коррупционных скандалов в новейшей истории Российской Федерации. Если же говорить о выводах, то можно, конечно, начать играть в Кремленологию и говорить о том, что один клан силовиков жрет другой клан силовиков, а тот клан силовиков, в свою очередь, пожираем другим кланам силовиков. У нас есть специалисты, которые подробно об этом могут рассказывать. Но в целом я бы это назвал дисфункцией государственного аппарата, потому что куда ни плюнь, что в Министерство спорта, что в Федеральную таможенную службу, плюнь ли ты в Министерство обороны, плюнь ли ты в какое-нибудь госком имущество, везде варьё, везде жульё, везде в шкафах пачки с деньгами. То есть мы наблюдаем полное разложение государственного аппарата, коррупционное разложение, когда коррупция... Вот я думал про этот допинговый скандал. И как начинается коррупция? Сначала она начинается как некое, ну скажем так, инородное в чём-то. Потом это инородное занимает всё больше и больше места, и потом оно уже вытесняет все здоровые ткани, и, собственно говоря, коррупционная схема становится главной. И в такой коррупционной схеме, например, вот среди спортсменов честный спортсмен, это уже аномалия. Потому что если там министр спорта, как утверждается, управлял допинговыми схемами, если РУСАДА была в это задействована, если ФСБ в этом было задействовано, то допинг – это уже система, а допинг – это форма коррупции. А всё остальное – это уже аномалия. Поэтому мы можем говорить, к сожалению, о том, что в значительной степени произошло коррупционное разложение российского государственного аппарата и силовых ведомств, и гражданских ведомств, и даже, как мы видим теперь, спортивных ведомств. И это разложение дошло уже до такой степени, что уже начали обыскивать первых лиц. Смотрите, вы упомянули дело Министерства обороны, но это дело, в общем, фактически окончилось ничем. Ну, убрали по-тихому Сердюкова. Ну, в общем, даже и не сидит особо никто. Всех по-быстрому повыпускали, все такие молодцы, хорошие, по-удо. Те, кто был посажен, все вышли. Ну, с моей точки зрения, это означает, что у нас коррупция побеждает правосудие. То есть вот в этом споре коррупция и правосудие побеждает коррупция. Посмотрим, как сейчас будет развиваться история с федеральной таможенной службой. А опять же, если возвращаться к тому, что Белянинов – это человек из ближнего круга Владимира Путина, а как же вот эта фраза, которую все всегда повторяют, «своих не сдаем», что, ну, вот как-то там… В том же СКР до Бастрыкина не дошли, ограничились заместителями. В том же Минспорта Мутко не трогают. А что здесь? Ну, по Минспорту я вообще не понимаю, почему Мутко еще продолжает работать, потому что если Международный олимпийский комитет не дает… По-моему, его же не пускают на Олимпиаду даже. Вообще чиновников, которые упоминаются, не аккредитованы. Если он уже просто персонононграта в международном спортивном сообществе, то какой смысл Путину за него цепляться? Это только усугубляет наше и без того ужасное положение. Мне кажется, сейчас гораздо лучше было бы… Путин под давлением никогда не принимает кадровых решений. Путин под давлением никогда не принимает кадровых решений, тем самым только усугубляет ситуацию нашей страны и нашего спорта. Поэтому, на мой взгляд, единственным правильным выходом является отставка министра спорта, полное переформатирование министерства спорта, приход туда людей, у которых есть общественное доверие, у которых есть доверие в мире спорта, что другого способа спасти эту ситуацию нет. Поэтому, если Путин будет защищать скомпрометированные фигуры, то будет просто еще дальше происходить деградация и спорта, и таможенные службы, и других структур, о которых идет речь. Ну, то есть, как бы Белянинова, видимо, он все-таки сдал. Больше вот эта схема не работает своих не сдаемов. Конечно, я не представляю себе, чтобы обыск у главы, как я сказал, суперведомства прошел без санкций президента. Значит, санкция была, я в этом совершенно уверен. Теперь, видимо, ближний круг как-то пересмотрит свое, не знаю, поведение, линию поведения, взаимодействие друг с другом. Безусловно. Это же, наверное, им в первую очередь сигнал. Это сигнал, конечно, то есть, если человек из самого ближнего, а смотрите, есть же еще история с Якуниным, помните, есть история с Якуниным, бывшим главой железных дорог? Ну, как тихо-спокойненько ушел? Ну, как тихо-спокойненько ушел? Нет, там не тихо-спокойненько, насколько я знаю, там тоже есть некое уголовное дело, идет тихо-спокойненько расследование и так далее. То есть, уже первые звоночки-то были какое-то время назад насчет ближнего круга. Другое дело, что если даются санкции на губернаторов, как мы видим, если даются санкции на руководителей суперведомств и крупнейших государственных монополий, означает ли это, что коррупция будет побеждена? Далеко не факт. Потому что... Ну, тут вопрос, как говорит Алексей Венедиктов, это вопрос целеполагания. Есть ли здесь вообще цель победы над коррупцией? Потому что если просто будет один человек заменен другим человеком, который начнет менять не мочу, а кал, значит, или который начнет там завозить не дорогостоящий коньяк 1902 года производства, а какой-нибудь дорогостоящий виски через ту же петербургскую таможню. То есть, если просто денежные потоки будут перенаправлены в карманы других лиц с другими фамилиями, то какая нам разница, что так варьё, что так варьё. По-настоящему изменения могут произойти, только если начнут работать государственные институты. Например, начнут работать суды, которые не работают. Начнёт работать парламент, который должен всех этих чиновников контролировать. Ведь, по большому счёту, главный инструмент контроля – это парламент. У нас его вообще нет сегодня, пустое место. Поэтому санкции на первых лиц сдаются, как мы видим, но при этом система сама не меняется. Система остаётся персоналистской, где всё зависит от близостей к телу. Мы говорили о том, что цель есть или нет борьбы с коррупцией. – Пока не вижу. Вот как должна работать система государственная, если мы хотим, чтобы коррупция была, по крайней мере, не искоренена, но поставлена хотя бы под какой-то разумный контроль, как стержни в ядерном реакторе. Вот есть парламент, у нас целых две палаты. Вот что делает Совет Федерации? Ничего. В плане контроля. Что делает Госдума? Ничего в плане контроля. Как должно это работать? 15 комитетов Госдумы. Один комитет должен контролировать, скажем, Министерство обороны. Другой комитет должен контролировать ФСТ. Третий комитет контролирует Министерство образования. Любая публикация в СМИ, любой публичный скандал, сразу парламентские слушания. – Владимир Александрович, может, ещё и выборы честными должны быть? – Я не рассказываю, как это должно работать. На парламентских слушаниях, открытых для публики, под присягой министра, замминистра, отвечает на вопросы парламентария. Всё это под запись, передаётся правоохранительным органам. И тем самым каждый министр, каждый чиновник будет понимать, что любой публичный скандал чреват его отставкой и тюрьмой. Как это сейчас у нас работает? Вот мы видим в ручном управлении. Нет санкций президента, чиновник ворует. Есть санкции президента, к нему приходят ФСБшники и в шкафу с носками обнаруживают, как мы сегодня видели, толстые пачки заграничных денег. Причём чиновник до этого был пламенным патриотом и членом Единой России, и вдруг превратился в страшного козла, которого разоблачили. Но это же смешно, когда всё зависит от симпатии главы государства, и когда ни один другой институт не работает, ни следствия, ни парламента, ни суда. Это просто смешно. Мы всегда будем болтыхаться вот в этом, даже не знаю, как это назвать, цензурно, мы всегда будем болтыхаться в этих бесконечных коррупционных скандалах, без конца и без начала, и без всякой логики. Поэтому уж извините, я там кто о чём вшивая баня, но я на самом деле считаю, что парламентские выборы, которые будут в сентябре, реально важны. Но, ребята, мы хотим получить то же самое, то, что сейчас, или мы хотим всё-таки хоть первый шаг сделать к парламенту, то есть к тому институту, который в частности будет контролировать министерство и ведомство, в частности проводить парламентские слушания и расследования, в частности разбираться в коррупционных скандалах и в частности передавать материалы этих расследований правоохранительным органам. Тогда появится новый институт контроля, который, на мой взгляд, позволит удерживать в каких-то разумных рамках коррупцию, которая у нас заместила собой всё государство. Владимир Александрович, я, конечно, глубоким уважением отношусь к вам. Я вам говорю, как должно быть. Как должно быть, да, мы все понимаем. И это зависит от каждого нашего слушателя. Каждый может прийти, проголосовать. И получит большинство Единой России в Госдуме. Или не получит. Да ну что. В зависимости от нашего эфира. Ну, конечно. Или не получит. Ну да. Ну да. Посмотрим. Про суд и следствие. Отбор заседателей в коллегии присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова начнётся 24 августа. То, что это дело будет рассмотрено именно коллегией присяжных, как вы считаете, увеличит как-то степень доверия? Безусловно. Безусловно. Я больше того скажу, что коллегия присяжных может вынести, как мы знаем, два решения. Выйдет прокурор. Прокурор доложит результаты следствия. Предложит признать виновными тех, кто... Там пять человек, по-моему, арестованы, один в розыске. И вынесет это на суд присяжных. Дальше два варианта. Первый вариант. Присяжные говорят, нет, не виновны. Это будет означать, что следствие не подготовило материалы, прокурор не убедил. В этом случае можно ли будет говорить о том, что всё ужасно, всё плохо? Да нет, вовсе нет. В этом случае дело вернут на доследование, и тогда следствие обязано будет более качественно провести расследование. Если это не те люди, которые заказывали и убивали, значит, оно должно будет найти тех людей, которые заказывали и убивали. Если же коллегия присяжных, которые, как мы знаем, набираются методом случайной выборки, заслушав доводы следствия и прокуратуры, скажут, да, виновны, то, конечно, этот вердикт будет гораздо большего заслуживать доверия, чем что бы то ни было другое. И третье, на что я хочу обратить внимание, ведь сейчас речь идёт, мы пока говорим о подозреваемых, об обвиняемых, речь идёт об исполнителях убийства Бориса Нюцова. Предполагаемый организатор, водитель, находится в бегах и в розыске. Заказчики вообще до сих пор не найдены. Я просто хочу напомнить для нашей аудитории, что это отдельное дело, это отдельное расследование, которое не закрыто, которое продолжается, я надеюсь, будет доведено до конца. Потому что исполнитель, да, организатор, возможно, хотя есть очень много вопросов, мог ли водитель найти те деньги, которые он обещал исполнителям и организовать это преступление. А о заказчиках вообще речи пока не идёт. Вот на это я хочу обратить особое внимание. Но здесь мы опять зависим от политической воли одного человека, чтобы нам ответили на эти вопросы. Ну, я бы разделил. Что касается коллегий присяжных, они не будут зависеть от воли одного человека, который нам известен. Всё-таки я доверяю коллегии присяжных. Я, в принципе, доверяю этому институту. Так, а если мы говорим о заказчиках? Если касается о заказчиках, то, безусловно, это политическая воля, потому что президент сказал публично, по-моему, через день после убийства он выступал на какой-то коллегии и сказал, что должны быть найдены исполнители, организаторы и заказчики. Слово это прозвучало. Прошло сколько уже, полтора года, мы о заказчиках не знаем ничего. При этом у президента в распоряжении огромные следственные органы, огромные спецслужбы, огромные возможности, неограниченные ресурсы для того, чтобы их найти. Может, он их знает, может, не знает, но это, да, это зависит в решающей степени от воли одного человека. Что для вас главное, чтобы всё-таки про заказчиков как-то не думать? Да, конечно, это самое главное, потому что исполнители могли найти в Кузбассе, там есть ребята, исполнители могли найти в Перми, там есть в них уже ребята. Исполнителей за деньги найти не так сложно. Гораздо важнее для того, чтобы пресечь на будущее убийство политиков и журналистов, находить заказчиков. А у нас заказчиков, как известно, не находят. Мы до сих пор не знаем, кто убил Влада Листьева, мы до сих пор не знаем, кто заказал убийство Анны Политковской, мы до сих пор не знаем, кто убил и кто заказал убийство Юрия Щекочихина, мы до сих пор не знаем по Наталье Эстемировой, я могу ещё десятки фамилий называть. У нас заказчиков, как правило, не находят, поэтому политические убийства у нас продолжаются. Да, но и вот это дело не квалифицирует как убийство общественного деятеля. Да, это тоже абсолютно недопустимо. Я согласен с семьей Бориса Немцова, я согласен с адвокатами Бориса Немцова, что это вне всякого сомнения убийство и покушение на жизнь общественного политического деятеля, и именно так оно должно быть квалифицировано. Никаких иных объяснений и никаких иных мотивов этого преступления не существует. Сергей Статарстанов спрашивает, о, а давление на присяжных Рыжков не слышал? Слышал. Но слышал от специалистов, которым я доверяю, и обратное, что каким бы ни было давление на присяжных, в целом качество вердиктов присяжных намного выше, чем качество приговоров профессиональных судов, которые штампуют обвинительные приговоры, там статистика, по-моему, 99,9. Поэтому я в гораздо большей мере доверяю коллегии присяжных, чем профессиональным судам. Начнем до перерыва еще одну тему. Я напомню, что это особое мнение Владимира Рыжкова. 9 августа ждем Реджеп Таипа Эрдогана, президента Турции. Здесь, в России, в Петербурге, с ним встретится Владимир Путин. Кажется, у нас опять все с Турцией налажено. Ну, я могу привести мнение, в данном случае, простых алтайских жителей, с которыми я встречался всю последнюю неделю, они выказывают возмущение такими кульбитами нашей внешней политики. Потому что сначала мы все, значит, скорбели по погибшему летчику и сыпали проклятие в адрес Анкары, и говорили, что мы с Эрдоганом на одном поле никогда рядом не сядем. Провернулось колесо истории, я бы даже его назвал часовым колесиком зубчатым, и вдруг у нас опять дружба, и вдруг у нас опять восстановлены межправительственные отношения, и забыт летчик, или полузабыт летчик, и уже полузабыта та риторика, которая была. Все это, конечно, производит, ну, я бы сказал так, неприглядное абсолютно впечатление на широкую российскую публику, как, впрочем, и на меня. Потому что я не понимаю, зачем нужно было так резко, значит, метаться из стороны в сторону и заменять проклятие, которое было еще там три недели назад, дружелюбными заявлениями, которые мы слышим сейчас. Не знаю, что здесь в основе, то, что Эрдоган там всех арестовывает, уже 50 тысяч человек, по-моему, всех громит, выгоняет, запрещает и так далее. Может быть, это как-то легло на сердце нашему начальству. Но все это производит, конечно, какое-то тягостное впечатление. Вот такие кульбиты нашей российско-турецкой политики. Как Вы считаете, Владимир Путин может как-то призвать все-таки Эрдогана к порядку, приличной встрече? Ну, что-то там совсем в Турции все тяжко развивается. А что Вы понимаете под порядком, Татьяна? Может быть, с точки зрения Владимира Путина, Эрдоган как раз и наводит порядок. Идеалы демократии. Увольняет профессоров университетов, арестовывает журналистов, распускает президентскую гвардию, это типа нашей ФСО, увольняет судей. Может быть, как раз Владимир Путин считает, что это и есть наведение порядка. Мы же не знаем, или можно только догадываться, какова картина мира в его голове. С моей точки зрения, то, что делает Эрдоган, ведет к краху Турции. Потому что Турция всегда рассматривалась всеми специалистами как пример успеха в исламском мире. Как пример огромного успеха в исламском мире. Потому что после великих и жестких реформ от Ататюрка, это было светское государство, где действительно государства и религии были разделены. Где армия была вне религии, и армия была мощнейшим институтом. Там, где развивалась светская модель образования, светская модель университетов. Где развивалась в исламском государстве демократия. Где партии менялись у власти. Да, там были военные перевороты, были откаты. Но в целом Турция, и ведь посмотрите, как Турция мощно экономически развивалась последние 30-40 лет. То есть Турция была примером успеха. И с моей точки зрения, я высказываю свое особое мнение, раз уж у нас программа «Особое мнение». С моей точки зрения, как раз секрет успеха Турции был в ее цветущей сложности. Я бы так выразился. В цветущей сложности это общество. Где было место и туркам, и в той или иной мере курдам, и христианам, и адептам светского государства, и исламистам, и умеренным исламистам. Что сейчас делает Эрдоган? Эрдоган громит армию, которая всегда с момента создания государства Ататюрка, армия всегда была гарантом светского и проевропейского, прозападного развития страны. Эрдоган громит исламистов, иных, отличающихся от него. Эрдоган громит университеты. Эрдоган громит свободную прессу. Эрдоган громит права человека. Вот он сейчас ввел на три месяца режим чрезвычайного положения, и вывел Турцию из-под действия европейских конвенций. То есть он вот эту цветущую сложность уничтожает. Какой будет результат? Будет крах? Мы уже видим, что его война против курдах привела к волне терроризма в Стамбуле и Анкаре. Это еще было до попытки переворота. Мы видим, что раскол в турецком обществе усугубляется. Мы видим, что разрушается гражданское общество. Он что, Эрдоган, думает, что если он введет смертную казнь, как он предлагает, и расстреляет несколько тысяч человек, то он уменьшит количество своих противников, что ли? То он их многократно увеличит. Он многократно увеличит терроризм в стране. Он многократно увеличит насилие и конфронтацию, и насильственное сопротивление своему режиму. Поэтому он действует совершенно как безумец. Он разрушает то, что создал когда-то Ататюрк, и что было на самом деле азиатским чудом. Ну, не азиатским чудом, а ближневосточным чудом. Поэтому я же не знаю, Таня, возвращаясь к вашему вопросу, что ему будет говорить Владимир Путин, будет ли он восхищаться действиями Эрдогана, либо же его предостерегать в том духе, в котором это делаю сейчас я. Но я, как человек, который бывал в Турции, которого она восхищает, я просто с ужасом смотрю на то, что там происходит. Я с ужасом смотрел как на попытку военного переворота, так и на то, что последовало, воспоследовало за эти военные перевороты. Какая может быть вилка? Понимаете, с одной стороны, когда идет попытка переворота, мировые лидеры говорят, что правильно, руки прочь от законно избранного президента. А потом, когда законно избранный президент начинает крушить всех подряд, они говорят, что творишь. На глаза в диктатора. Они что могут сделать? Ничего, потому что это независимое государство. Они увещевают. Вот Европейский Союз его увещевает. Что ты делаешь? Не знаю, что ему скажет Владимир Путин. Дело даже не в Эрдогане. Дело в том, что он разрушит Турцию. То есть, вот так, если исторически смотреть, он разрушит ту Турцию, которая была, на самом деле, примером для очень многих. То есть, он разрушит то государство, которое было моделью, образцом роста, развития, плюрализма, даже технологий, даже свободы слова в исламском мире. Это было своего рода только чудо турецкое. Многие так и говорили, турецкое чудо. Вот сейчас Эрдоган своими действиями. Не только, это началось не после, это еще гораздо раньше началось. Это началось с войны против курдов. Это началось с закручивания гаек. Вы помните, Таня, его нападки на свободную прессу. Это давно началось. Это заигрывание с соцсети, твиттеры, фейсбути, разгоны митингов на площади Таксим. Это все были предвестники того, что сейчас происходит. Поэтому Эрдоган крушит не противников. Эрдоган крушит Турцию. Эрдоган крушит будущее Турции. И я могу сказать, я не специалист по Ближнему Востоку, но все же я историк. Я могу сказать, что, с моей точки зрения, Эрдоган не решает сейчас какие-то свои проблемы. Он закладывает бомбу, и он создает все новые и более страшные проблемы, как для себя, так и для Турции. А что касается встречи с Путиным, ну да, скорее всего, там будет какая-то рутинная повестка дня, а давайте снова газопровод какую-нибудь построим, а давайте вернемся к помидорам, а давайте еще что-нибудь. Но я не думаю, что там какие-то будут прорывы. Главное, что мы сейчас видим, это то, что действительно на наших глазах разрушается удивительно интересная страна. Удивительно интересная, сложная, прекрасная, мощная и очень перспективная страна. Это особое мнение Владимира Рыжкова. Еще одна тема важная, это та волна террора, которую мы сейчас наблюдаем в Европе, в разных странах, то тут, то там мы практически каждый день получаем сообщения об атаках. Не все, не за все берет на себя ответственность, запрещенной в России, ИГИЛ, но тем не менее, за многие, что происходит? К сожалению, сбываются прогнозы, в том числе многих наших наблюдателей, еще год назад, которые говорили, что сначала дестабилизировали Ближний Восток, потом хлынула волна беженцев. Вместе с этой волной беженцев обязательно придут сторонники радикального исламизма, и они начнут делать теракты. Это был рефрен обсуждений года два назад, помните, все об этом говорили. К огромному сожалению, это сейчас происходит. Больше того, такое чувство, что какая-то, как заразительный пример, вот, то есть, очередной теракт, очередной инцидент, он рождает следующий, как цепная реакция. Цепная реакция. Да, цепная реакция. И уже это затронуло Германию, которая до этого была много лет, десятилетиями более-менее спокойная. Это затронуло Францию, которая справлялась, в общем-то, с этим. Ну, это ужасная, конечно, ситуация. Что в этих условиях делать? Вот Эрдоган, он сторонник жестких мер. Вот он там теракт, бомбежка курдов, теракт, бомбежка курдов, теракт, бомбежка курдов. В итоге идет эскалация. То есть, чем больше Эрдоган бомбит курдов, тем больше курды взрывают Стамбул и Анкару. Европейцы избрали другую стратегию. Они избрали стратегию мягкости. Они избрали стратегию мягкого увлечения, социализации, растворения, говорят там советским языком, перековки этих мигрантов. Она тоже пока не сработает. Не срабатывает, как мы видим, в полной мере. Надо ли европейцам отказываться от этой стратегии? Думаю, что нет. Думаю, что все-таки их стратегия мягкого увлечения, социализации, культурной интеграции, сожительства разных культур и так далее, она в конечном итоге сработает. То есть, что-то они подтянут сейчас в спецслужбах, что-то они подтянут сейчас после НИЦы в деятельности своих разведок и полиции. Они сделают выводы, они чуть больше будут следить. Но в целом, я думаю, что их стратегия более перспективная. И, по-моему, сегодня Меркель будет давать пресс-конференцию. Я не знаю еще ее содержание. Но, думаю, она скажет ровно это, что мы не поддадимся панике, мы не поддадимся страху, мы не будем реагировать на эти инциденты и теракты волной ответного террора и насилия, потому что ответный террор и насилие он приведет к еще большей эскалации, как это мы видим в курсе. То есть, вы думаете, границы на замок никто не будет ставить? Думаю, что они справятся. Никто не будет закрывать границы на замок. Они будут выделять деньги на обучение языку, они будут выделять деньги на расселение, они будут выделять деньги на обучение. Будут подставлять вторую щеку. Будут вторую щеку. Но просто там ведь тоже, знаете ли, простой избиратель будет задавать вопросы. Да, конечно. Простые избиратели есть везде, и у нас, и у них. И есть сторонники жестких мер. Но умная политика как раз... Понимаете, вот чем умная политика отличается от глупой политики? Глупая политика – это всегда политика крайности, либо в одну сторону, либо в другую сторону. Умная политика – это всегда творчество. Умная политика – это всегда чувство меры. И они не будут подставлять вторую щёку, они будут из врага делать друга или, по крайней мере, нейтральную сторону. А как же набирающие популярность правой партии? Набирают популярность, потому что пока эта интеграция сталкивается с большими трудностями. Ну, представьте, 2-3 миллиона адаптировать за 2 года. Ну, как? А если они не хотят адаптироваться, эти 2-3 миллиона? Подавляющее большинство из них, это показывает исследования, опросы, 97%, может быть, 99% хотят стать немцами, французами, британцами, датчанами, шведами. Это тоже не так. Брексит ничего. Если есть британцы, которые верят, что Брексит закроет острова, это большая ошибка. Как ехали, так и будут ехать. Как надо будет адаптировать, так и будут адаптировать. Ничего в этом смысле не изменится. Поэтому европейская стратегия мягкой адаптации, умеренности, культуры, образования и интеграции, это стратегия, да, затратная, да, долгая, да, сложная, но она победит, она даст результаты. В этом у меня нет никаких сомнений. Ещё две минутки. Хочу успеть одну тему обсудить. Это несостоявшийся пока в Москве митинг против так называемого пакета Яровой. Сегодня в разных городах подобные акции проходят, там, где их санкционировали, вроде никаких происшествий нет, но в Москве вот чего-то власти уперлись. Почему не хотят? Это что-то какое-то страшное произойдёт, если люди выйдут на митинг? Не знаю, чего они испугались. Я вообще в последнее время московские власти всё меньше понимаю. Я смотрю вокруг, я сегодня шёл на эхо Москвы каким-то очень странным маршрутом, обходя эти зелёные занавески, которыми завешан весь центр Москвы. Тут ещё митинги перестали разрешать. А что, собственно говоря, такого? Митинг против закона, это совершенно нормально. Митинг вообще, в принципе, нормально, а уж против закона. Поэтому я не понимаю, почему московские власти не разрешают. Что касается самой этой темы, то я, безусловно, поддерживаю эти митинги, потому что закон Яровой – это просто безумие, как известно. Это излишняя мера, это чрезмерное проявление бдительности, которое больно ударит по нашему карману. Простой аргумент. Не было пакета Яровой, и ФСБ боролось у нас с терроризмом, как оно утверждает очень успешно. Но и боролось бы дальше. Зачем ему ещё понадобятся эти законы Яровой? То есть это чрезмерное раздувание спецслужб, чрезмерное раздувание их полномочий, чрезмерное раздувание контролирующих аппаратов уже привели нашу страну к кризису, и кризис продолжает усугубляться. Поэтому я полностью поддерживаю отмену пакета Яровой, и, соответственно, полностью поддерживаю проведение подобного рода митингов. Спасибо большое. Это было особое мнение политика Владимира Рыжкова. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр.